В этом видео я хочу показать несколько очень классных и в то же время простых идей, как сделать закладки в форме уголка. В предыдущем видео я уже делала подобные закладки, кстати ссылочку на него я оставляю внизу, они вам понравились и я выполняю ваш запрос и в этот раз хочу показать как оформлять закладки в технике дудлинг и зинтангу. Для создания закладок мне понадобится лист белой бумаги, линер или черная ручка, линейка. Я воспользуюсь акварельными красками, а вы, например, можете взять маркеры или фломастеры. Давайте сделаем шаблон, я рисую квадрат со сторонами 7 сантиметров, провожу диагонали и дальше делайте так, как показано видео. У меня получилось три таких рисунка, теперь я вырезаю эти заготовки. Готовый шаблон я складываю таким вот образом. Теперь я определяю на какой стороне будет рисунок, вот на этой ее я как раз и раскрашу ярким цветом. Мне очень нравится желтый цвет, я набираю его на кисть и хочу сделать переход от светлого к темному, то есть градиенту. Второй уголок я сделаю зеленого цвета. И пока краска застывая, давайте сделаем с вами третий уголок. Рисовать я буду веселых монстриков в технике дудлинг. Для этого я конвертик разверну, еще пока не склеивала и приступим. Начинаю с нижнего ряда. Сбоку у меня будет котик. Линер у меня, кстати, с толщиной линии 0,2. Рядом мишка. Давайте нарисуем ушки. Сверху будет такая вот милая интересная тучка. Теперь нарисую глаза. Все мои монстры очень веселые, жизнерадостные, позитивные. Будут улыбаться. Такой вот открытый ротик и так далее. Таким образом вы рисуете все, что придет вам в голову. Потому что в дудлинге практически нет никаких правил. Продолжение следует... Готово. Вот что у меня получилось. И чтобы придать немного яркости рисунку, я возьму желтый карандаш и раскрашу вот эту звезду. Беру клей-карандаш или двусторонний скотч и склеиваю две половинки. На этой закладке я буду рисовать мандалу. Кстати, эти закладки вы можете использовать не только для книг, но еще и для ежедневника как разделитель. Согласитесь, что оформление получится довольно ярким и интересным. Ни у кого такого не будет, только у вас эксклюзив. Мандалу нарисовать довольно-таки просто. Здесь нет никаких правил. Вот те узоры, которые сейчас в данный момент времени вам приходят в голову, их вы рисуете. Также цвет для мандалы вы выбираете в зависимости от вашего настроения. Может быть покажется, что этот выбор случайный, но это не так. Каждый цвет что-то обозначает. Если вы заинтересовались мандалами, то можете больше информации найти в интернете. Моя мини-мандала готова. Теперь склеиваю обе половинки нашей закладки клеем. И переходим к третьей закладке. Здесь я буду рисовать дудлы. Начну с уголка и буду двигаться кверху. Теперь нарисую свой любимый узор. Это цветы я еще называю водяными лилиями. Все очень просто. Сперва рисуем такую вот ножку. И сверху шапочку. Направлять эти водяные лилии можно влево или вправо, вверх, вниз. Они могут переплетаться. В общем, делайте так, как подсказывает вам ваша фантазия. Вот такие у меня получились закладки-уголки. Теперь мой ежедневник и все книги будут выглядеть ярко и стильно. Напишите, какое оформление вам понравилось больше всего. И хотите ли вы, чтобы я сделала новые закладки. Давайте наберем на это видео 3000 лайков. И я сниму вторую часть, где сделаю закладки в виде перьев с дудлами. Еще у меня есть очень много разных идей. А в ваши закладки добавляйте мою группу ВКонтакте в специальный альбом с вашими работами. И обязательно подписывайтесь на мой канал. Жмите колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. Ну а с вами была Юля. До встречи в новых видеороликах и всем пока!